Всем привет! С вами Дима и Катя, и вы на канале Соловьи. В этом видео мы вам просто хотели показать нашу жизнь в маленьком городке Бенсон, в Северной Каролине, а также ответить на некоторые ваши вопросы. Поехали! Сейчас будет антиреклама. Решила нагреть водички в чайнике. Открываем. Тут, смотрите, авокадо. Раз авокадо, два авокадо. Это Эмми тут играла на столешнице, сидела и сложила. Теперь посмотрите на весь дом. О май гад. Конечно, мне это все сложить это 5 минут, но просто кто привык к порядку? Мне поначалу очень тяжело было, когда Эмми только родилась, и вот это вот все происходило. Вот, да, это вообще со спальни. Идем дальше. Какао, подсолнечное масло. Да не то, что она там может открыть, что-то рассыпать, нет, просто она любит с этим играть. Ну, видите. Идем дальше. Идем в комнату Эйми. Та-да! Та-та-та-та-та-та-та-та-та. На самом деле все еще не так плохо. Вон книжечки аккуратно сложены, по крайней мере. Да, но мы и разрешаем в комодах рыться все такое, там у тебя все безопасно, конечно же. То есть там, где нету таблеток или чего-нибудь еще. И вот, посмотрим, что здесь. Здесь у нас ферма, книга, мамы на носки. Замечательно, замечательно. Ну да, как я сказала, мне это все сложить 5 минут, но серьезно, когда целый день вот это вот по 5 минут уходит. Я уже привыкла, и это весело. Ну, просто смотрите, что происходит. Ребенок! Ребенок! Да? Кто не готов к детям, то, конечно, тяжело такое пережить. Такой бардак. К счастью, у нас есть робот-пылесос, который у нас регулярно убирает. То есть, по крайней мере, нету пыли, все чисто, все хорошо. Я полы регулярно мою. Но, конечно, именно бардак, к бардаку тяжело привыкнуть. Но привыкаешь, привыкаешь. Та-та! Да-да! Да-да, Эмми говорит, привыкаешь к бардаку. Нас иногда в комментариях спрашивают, ребята, а вы слышали о таком бизнесе, как мастер по кондиционерам? А вы слышали о таком бизнесе, как, не знаю, там, можно открыть еще какой-то магазин по продаже вот таких-то товаров? А вы слышали, что можно покупать контейнеры? Может быть, вы попробуете такой бизнес не только на своем останавливаться, а еще какие-то бизнесы открывать? И, да, бизнеса прибыльных очень-очень много, их очень-очень хватает. Но мы пока собираемся заниматься только нашим магазином. Пока просто потому, что у нас нету места и времени чем-то другим заниматься. Мы снимаем этот дом, поэтому, допустим, если брать контейнеры, то мы не можем здесь сюда покупать контейнеры. Да, и негде, мы тут в селе забитым живем, здесь даже контейнеры, кажется, никто не продает. В любом случае, да, бизнесов очень много, нам их постоянно советуют. Ребята, ребята, а вот такой бизнес, а вот такой бизнес. Я так подумала, а почему мне вам не посоветовать бизнес? Потому что, ну, серьезно, в Америке столько бизнесов, которые можно сделать очень прибыльными. И вот мне кажется, что какого бизнеса в Америке не хватает, так это indoor playground, это называется. То есть, по-русски это называется игровая комната. И сейчас я вам хочу показать одну из игровых комнат, которая находится недалеко от нас. Ну, как недалеко, полчаса нам туда ехать в соседний город. Я вам покажу, как там сейчас все происходит, в будний день, как это все выглядит. Вот так выглядит area внутри. Есть места, где можно полазить. Как вы видите, горки есть, сцена. Да, много чего здесь есть. В Америке их жутко не хватает. Неважно, в каком вы климате живете. Вы живете где-то в холодной Миннесоте, либо в жаркой Флориде, или Северной Каролине. Правда, сезоны разные. Бывает в Миннесоте, допустим, очень холодная зима, там, в Северной Дакоте. Детям негде гулять. Как бы они могут выйти на улицы, снежками побросаться. Но хочется ведь где-то полазить, что-то поделать, а там снега 3 метра выпало. Поэтому нужна игровая комната. А игровых комнат, ну, не знаю, как правило, раз-два я обчелся. Нету игровых комнат для малышей. То есть, где-то там возраст от года до 6-7 лет нету такого практически нигде. Тут даже в полиции есть маленькая тюрьма для малышей. Смотрите. Да, можно тут посидеть в тюрьме. Есть форма для полицейских уже валяется. Конечно же, пончики. В американском полицейском участке без пончиков. Я уверена, что в мегаполисах этого хватает. Но не все ведь жилут в мегаполисах в Америке. Правильно, и не все хотят переезжать в мегаполисы. Вот мы сейчас живем в селе. И у нас недалеко есть город Ралли, Дюрам, более крупные города. И там есть эти игровые комнаты, но их не так много. И чаще всего на выходных они уже просто под завязку забиты. Чаще всего, когда люди могут погулять со своими детьми, пойти в игровую, как раз именно на выходных. Но выходные они всегда забиты. Либо они рано закрываются. Потому что вечером они начинают брать индивидуальные заказы, дни рождения отмечать и так далее. Поэтому все очень рано закрывается. И это касается не только игровых комнат, а и вообще бизнеса в Америке. В Америке практически все работает до пяти вечера. В воскресенье всегда, практически везде выходной. Даже в ресторанах. Многие рестораны по воскресеньям не работают. Это так странно в Америке. Ну, серьезно. Мы жили в разных штатах, и везде это правило. Да, рестораны практически нигде не работают по воскресеньям. Поэтому такая классная идея для бизнеса. Игровая комната. Вы представляете, вам просто нужно будет купить всякую детскую кухню, какую-то штуку, по которой ребенку лазить. Типа какой-то пиклер. Или, не знаю, какой-то бассейн с шариками, чтобы ребенок шариками разбрасывался. То есть ты все это покупаешь. Тебе пару раз в день это все нужно хорошенько продезинфицировать. Потому что дети все любят облизывать и ходить своими грязными трогать. Тут даже есть эрия для совсем маленьких. Зеркальцем даже, кто не умеет ходить, можно полежать. А вот как-то ползает или даже не ползает. Всякие штучки, чтобы фигурки сюда складывать. Там и мисс Бриби знакомятся. Куча всяких игрушек по Монти-Сори. В общем, здорово, интересно. Нужно родителям давать какую-то бумажку перед тем, как они придут играть в эту игровую комнату. Что они не против, если их ребенок упадет, он сломает себе руку в этой игровой комнате. Что они игровую комнату не засудят. И все. Представляете? И берешь за вход в зависимости от места, положения, там разные цены. У нас, допустим, по 15 долларов в среднем это все стоит. И, как я сказала, забиты под завязку, просто распродаются очень быстро места. Вот. Поэтому такая идея для бизнеса. Попробуйте кто-нибудь. Если вы откроете где-то игровую комнату, думаю, никто не будет против. Поэтому, да, у нас есть бизнес, он нас устраивает. Пока никаким другим заниматься не собираемся. Но, действительно, и вы знаете, я знаю, что очень много классных бизнесов, которые можно пробовать с минимальными вложениями. И, как правило, они даже будут работать в Америке. Вот такая информация. Надеюсь, кому-то была полезной. Наша Эми сейчас дремает. И пока она дремает, хочу воспользоваться возможностью и показать вам нашу новую покупку. Та-да! Это бассейн. В предыдущем видео я спросила, ребята, посоветуйте, чем заниматься в жаркую погоду с детьми. И многие, я не знаю, наверное, десятки людей в комментариях написали, а почему у вас до сих пор нету бассейна? И я подумала, почему у нас до сих пор нету бассейна? У нас здесь, конечно, творческий беспорядок сейчас. Вот. Мы еще им не пользовались. Будем скоро пользоваться. Первый раз здесь еще к нему идет большой зонтик. Сюда наливаешь водичку. Оно тут все так смешно делает. Вот. Поэтому вот такой бассейник, он такой маленький, хорошенький. За 30 долларов бушный купила, но он как новенький. Теперь будем отдыхать в бассейне. Спасибо всем, кто посоветовал. Не знаю, чего я сама до этого не додумалась. Кое-кто проснулся. Пойдем встречать. Как ты поспала, солнышко? Да ничего, что я тебя на камеру снимаю? Да, надо привыкать. Да. Да, там камера. Камера. Да. Скажи, нет, а я ожидала увидеть, как проснусь. Да, там камера. Камера. У нас сейчас обед. Эми ест самую вкусную гречку Америки от компании Коктем. Ссылка на нее всегда есть в описании. Ко всем нашим видео последним. Также есть скидка на нее 5% с промокодом Соловейсфайв. Здесь у нее жареные грибочки с луком. Я знаю, что в постсоветских странах детям не дают грибы. Грибы говорят, это очень плохая еда для детей. Но я же сама их пожарила. Там мало масла. Что плохого? Там клетчатка. Замечательно. Американцы говорят, что грибы есть надо. Вот. Также у нее здесь свежий огурчик, свежий помидорчик. Мясо она у нас не очень ест, потому что у нее нету зубов для жевания. У нее есть только передние зубы для кусания. Да, поэтому мясо ей пока еще тяжело пережевать. Но гречку она обожает. Как вы видите, ложка и вилка пока еще не очень хорошо пользуются. Но она пытается, когда у нее есть настроение. Да. В чем-то они преуспевают, в чем-то еще нет. А у мамы будет кисадилья. Отец наш сегодня на своей подработке. Не знаю, сколько ему там еще осталось. Может быть месяц, может меньше. Вот поэтому он у нас сегодня ест борщ, пока мы тут кайфуем. Я вот тут сижу теперь и думаю, надо было уточнить, что я имею в виду по поводу того, что я доверяю тому, что американцы говорят, нужно есть. Я имею в виду американских педиатров, американскую ассоциацию педиатров, CDC, World Health Organization и так далее. Чем здесь обычно кормят мамы своих детей? В возрасте Эми, это, конечно, это очень грустно. Американки не любят готовить. В большинстве своем не все. Некоторые очень хозяйственные бывают. Но в большинстве своем они тут из поколения в поколение едят бургеры, замороженную еду и все в этом роде. Я сижу на мамском форме, где сидят мамы, у которых дети такого же возраста, как Эми. Вот родились в мае 22-го года и там как-то, ну, одна ветка была, девушка спрашивала, ребят, а как вы думаете, два раза в неделю кормить своего ребенка хэппи милом? Это много или нормально? Я, конечно, ничего не писала, потому что, ну, не мое дело рассказывать, кому детей кормить. Но сам факт, сам факт, кто-то кормит своего 14-месячного ребенка хэппи милом два раза в неделю. Я зашла почитать комментарии. Ну, интересно ведь, что люди напишут. Люди пишут, ну, два раза в неделю все-таки многовато, но вот один раз в неделю нормально, я считаю. Что входит в хэппи мил, я даже не знаю. Скорее всего, это какая-то картошка-фри бургер для 14-месячного ребенка. Да, я доверяю тому, что говорят доктора. Это не то, что там американцы не слушают, что доктора говорят. Они все слушают, слушают, они понимают, что они плохо питаются, но потом они это все просто выбрасывают. В одно ухо заходит, в другое выходит. Вот поэтому они в большинстве своем очень толстенькие, детки у них толстенькие, диабет и все в этом роде. Я как-то сделала большую ошибку. Мне в инстаграме предложила рецепт, ну, просто типа, как, знаете, рекомендованное для вас видео. И там был рил о том, что женщина приготовила бокс-кейк. Кто не знает, что такое бокс-кейк, это просто из пачки высыпаешь порошок, там смешиваешь с яйцами, водой, там, не знаю, маслом, в зависимости от рецепта. И у тебя, ну, потом ставишь в духовку, и у тебя будет торт. Это, конечно, химия-то еще. Мы пару раз пробовали такие торты. Дима, кстати, мне как-то очень романтично украсил его. В 2014 году сам спек. Когда мы по Work and Travel приезжали, я сюда прикреплю картинку. Да, очень красивый был торт. Вот, ну, как бы, знаете, один раз попробуешь, интересно. Второй раз попробуешь уже как-то, и третий раз уже и не захочется пробовать. Американцы, они такое едят из поколения в поколение. У них бабушки еще эти бокс-кейки готовили. Вот, поэтому я написала в комментариях, что, говорю, ну, не понимаю, как вы их едите. Говорю, вечно в Америке, типа, очень быстрая какая-то готовка. Все сразу готовое люди покупают. Говорю, как-то грустно это. И мне стали писать, ты что, ты там сейчас оскорбила мою бабушку, там. Ага, я посмотрела, зашла к тебе на твой профиль, и ты живешь в Северной Каролине, ты сейчас оскорбила всю кухню Южных Штатов. Я такая, что? Ну, в общем, да, люди очень-очень к этому отнеслись, к моему комментарию. Ну, вот, будто бы я на них лично напала. И, типа, в общем, большинство, стоим, американцы кушают эти порошковые торты и говорят, что они домашние. Типа, я испек тортик, приносят на работу, а это вот эта вот пластмассовая фигня какая-то, просто порошковая. При этом непонятно, чем это быстрее. Просто этот бокс-кейк считается, как что-то быстрое. Но на деле ты просто смешиваешь это все, там, с яйцами, водой, как я сказала. Ты не добавляешь муку, и ты ничего не взвешиваешь. Вот в чем быстрота. На деле сколько ты сэкономишь? Пять минут? Я не знаю. Но это так странно, так странно. Поэтому то, что идет в Америке, это, конечно, жесть. Когда мы приезжали еще по Work and Travel в 2014 году, приезжали с нами украинки там, ну, как бы познакомились с девочками уже здесь в Америке. И в начале лета мы как-то увидели одну девочку, мы работали вместе, потом ее уволили, и она перешла на другую работу. И мы потом увиделись только в аэропорту уже в конце августа. То есть три месяца прошло с тех пор, как мы ее видели. Если в начале она была, ну, просто девочка, там, 19 лет, худенькая, то в конце лета она уже была, она была большой. Она, наверное, поправилась килограмм на 10-15 за три месяца. Потому что она сказала, она кушает в сабвей. Она работала в сабвей, она очень много сабвей кушала. Все лето, можете себе представить. Каждый день бутерброды, каждый день бутерброды, каждый день бутерброды. Вот, с кетчупом, вот этим вот, с тем майонезом. Нужно быть очень осторожным. Что-то ешь в Америке, как-то питаешься, да, вы меня поняли. Я, конечно, очень переживаю за Эми, как она в школу пойдет, что тут дети в школах едят. Посмотрим, посмотрим, как будет. Ну, по крайней мере, я точно знаю, что дома она будет хорошо питаться. Это, наверное, имеет большую роль тоже. На этом у нас сегодня все. Спасибо большое, что смотрите нас. Увидимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok